Уголь в Донбассе Уголь в Донбассе На помощь пришли благотворители из Венгрии и привезли уголь в поселке Серой Зоны. О том, как топливо стало дефицитом на Донбассе, расскажет Александр Зыков. Владимир живет с женой в прифронтовом Пионерском. В их доме только печное оборудование. И зиму семья ждет со страхом. Если раньше их обеспечивали углем местных предприятий, то сейчас с этим проблема. Также запасались дровами с лесопосадки. А сейчас там все заминировано. Да и не до запаса этим людям. Каждый день боятся за свою жизнь. И покоя же нет ни днем, ни вечером, ни ночью. Могут стрелять в 3 часа ночи, разбудить, подняться. И потом не знаешь, куда что делать и что в действии. То ли в погреб прятаться, то ли еще что-то смотреть. Против блокпоста, вот там дальше к горе, как на кладбище. Там дом разрушенный, как долбанули один раз. Потом также возле блокпоста недалеко второй пол дома разрушен. Тоже снарядами разрушили. Ну и где? Там внутри тоже. В пионерском лагере забор с одной и с другой стороны. Там дырки. В точно таких же условиях живут и люди в других прифронтовых поселках. Постоянно боятся обстрелов и со страхом ждут холодные зимы. Вот стреляли оттуда, вот это вот, вот это вот. Через голову нам, я вот живу недалеко, через голову не могла на улицу выйти. Так мы что это? Это в нас не зона, не война в нас, что 15 домов разрушили, раз 4, раз 15. Это что? Вот то, что разрушений нет. А так вот эти все эмоционально, как говорится, все слышишь, все видишь. Все это страшно, конечно. Очень тяжело. Нуждающимся жителям поселка Виноградное на окраине Мариуполя выдали уголь от Венгерской коммунической службы помощи при финансовой поддержке Международного фонда. Помогали им в этом сотрудники социальных служб. Венгерская коммуническая служба помощи уже второй год обеспечивает углем нуждающиеся семьи на востоке Украины во время военного конфликта. Вдруге уже тут выдаётся вугилья. Люди отримают по 15 мешочков вугилья. Это социально незахищенные категории. В каждом мешочке по 35 килограмм. Вот этого 15 мешков, я вам скажу, если топить нормально, на месяц. Твёрдое топливо полагается инвалидам, малообеспеченным многодетным семьям, вдовцам и вдовам, сиротам и лицам старше 65 лет. Каждая нуждающаяся семья получит 15 мешков угля весом до 35 килограммов каждый. Уголь получит не все нуждающиеся, только те, у кого не подведен газ. Несколько жителей посёлка остались недовольны таким решением. У кого-то при подведённом газе не работает котёл, у кого-то газом отапливается лишь половина дома. Люди рады даже 500 килограммам гуманитарного угля. Хотя на зиму им нужно полторы-две тонны, а стоимость его около 4 тысяч гривен. Врачи помогают пенсионерам с оккупированных территорий. В посёлке Новотроицкое благотворительный фонд открыл мобильную клинику для пожилых людей. Тут принимают пациентов из неподконтрольных Украине территорий – Еленовки, Докучаевска и других населённых пунктов. Тут пенсионеры, доход которых не превышает полутора тысяч гривен, могут проконсультироваться у врача, получить лекарства и средства гигиены. К тем, кто сам не может прийти в больницу, доктора приезжают надо. Кому уже удалось помочь, расскажет Екатерина Павлова. С утра в больнице Новотроицкого начинает работу мобильная клиника. Врачи благотворительного фонда помогают пенсионерам с небольшим доходом. Под кабинетом 15 человек. Большее количество пациентов невозможно обслужить за один день. В рамках проекта, который реализует благотворительный фонд «Каритас Мариуполь», на данный момент находимся в Новотроицком, действует программа по медицинскому сопровождению нуждающихся людей от возраста 65 и выше, то бишь пенсионеры с маленькой пенсией. Люди приходят к нам в поликлинику, получают консультацию доктора. Доктор-врач проводит осмотр назначения. Также выписывают медикаменты, необходимые для улучшения здоровья пациентов. Старикам звонят заранее, так что гарантия получить помощь стопроцентная. В Донецке ездили, по коду возможности была. Даже в том году мы были там, нам надо сейчас туда на консультацию, но сейчас там такие очередя, где-то какой-то пост, наверное, закрыт. Мы с врачом связываемся, она нам подсказывает. Чтобы на оккупированных территориях узнали о возможности получить помощь, соцработникам пришлось потрудиться. Говорят, сначала люди им не доверяли. В августе тут было всего два пациента. Сейчас больше двухсот человек. Очень благодарна. Очень внимательные врачи. Во-первых, все. Ваша медсестричка очень хорошая. А ребята какие у вас хорошие. Да. Очень. Мы очень благодарны. И помогают нам. Вы знаете, вот давление сейчас избила уже. Нашла свои лекарства. Теперь супромога. Хочу, чтобы доктор понаблюдался. К тем, кому трудно передвигаться, доктора приезжают на дом. Ну, где-то уже два месяца. Два месяца. Раз были, потом другой раз приехали, полторно. Посмотрели. Ну, обещали третий раз приехать. Приезжают ко мне на дом, так как я ограничен движением. Тяжелее всего и физически, но на самом деле больше морально, это домашние резиты. Ты видишь самых тяжелых пациентов, которые вообще возможно увидеть врачу. Также работники фонда привозят пациентам гигиенические продуктовые наборы. Программа, изначально рассчитанная на 400 человек, уже обслуживает около 500 пациентов. На протяжении всей недели мы показывали сюжеты о том, что Донбассу помогают все. Украинские волонтеры, благотворительные фонды, иностранные организации, посольства и правительства других стран. Помогают все, но только не правительства собственной страны Украины. Почему так? И ждать ли изменений? Мы спросили у советника министра, не так давно созданного отдельного министерства, которое профилировано на переселенцев и на вопросы временно оккупированных территорий. Олеся Цибулько в студии нашей программы. Здравствуйте, Олеся Сергеевна. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Первый вопрос, который мне хотелось бы коснуться, это проблемы восстановления жилья. Очень много разрушенных домов, даже вот на территории Славянского района, который уже два года назад был освобожден от боевиков. Но, тем не менее, дома остаются разрушенными, и людям очередную зиму, грубо говоря, негде жить. Мы делали неоднократно сюжеты, европейцы помогают очень сильно, японцы помогают. Вот буквально на днях был сюжет. Государство каким образом участвует в этом? Да, к сожалению, сейчас мы имеем ситуацию, когда помогают в основном международные гуманитарные организации. Много их работает, и ООНовские, и, я знаю, НРСИ, это норвежская, у них есть прям проект-убежище, по которому они помогают восстанавливать крыши разрушенные, стекла вставлять людям в дома. Но это, к сожалению, все международные деньги, это все международная помощь. И если говорить о масштабной международной помощи, это точечная. То есть они приезжают, к ним обращаются люди, видят они вот здесь вот проблема в доме. Такая-то, такая-то, они помогают. Но это не касается многоквартирных домов, каких-то больших проектов, больших зданий, которые были разрушены. Знаю, что вот в Славянске из того, что государство начало, наконец-то оно начало восстанавливать дом многострадальный, многоэтажный, в котором подъезд обрушен, и которые, слава богу, наконец-то спустя большое количество времени там действительно нашли способ. Основная проблема, там много нюансов и в законодательстве на эту тему, потому что частное жилье государство не обязано как бы восстанавливать, получается, по нашему законодательству. И поэтому есть несколько законопроектов Верховной Раде на эту тему, подавали различными депутатами из разных фракций, партий, и, к сожалению, ни один из них не был пока принят. И эта проблема, к сожалению, пока не решится, пока это комплексная проблема. Нужно решить на законодательном уровне, должна быть политическая воля, чтобы решить этот вопрос, и, третье, конечно, нужно найти деньги. Ну, наше министерство, по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, оно сейчас будет заниматься этой темой вплотную. У нас создается рабочая группа по изменению законодательства, по изменению подзаконных актов и вообще всей нормативно-правовой базы для того, чтобы решить не только это вообще, все вопросы, которые связаны с Донбассом, с Крымом, с переселенцами. И эта рабочая группа, планируется первое заседание на 15 ноября, там будет несколько подгрупп. Касается образования, жилья, касается регистрации переселенцев, они будут нарабатывать решения комплексные для помощи этим людям и также будут нарабатывать ту нормативно-правовую базу, которая под эти решения нужна. Алиса Сергеевна, почему так много бюрократии? Почему международные волонтерские организации, общественные организации или даже правительства, европейские, японские, так просто? Почему у нас, ну так просто помогают, очень быстро, почему у нас такая волокита, зная, что это собственные граждане, граждане страны и должны пройти даже вы, чиновники, такую большую дорогу для того, чтобы что-то утвердить? Ну, это у них тоже не все так просто, они могут точечно помогать, то есть у них есть международные организации, которыми доверяют такие, как, например, ООН, Красный Крест, и им они, да, выдают, но на точечные проекты деньги. А если хотят большой проект сделать, какая-то страна для нас, нашей стране, да, они должны это делать через государство, потому что государство должно гарантировать, что он будет доведен до конца, что деньги будут потрачены на нужды, действительно, на те цели, которые заявлены. И поэтому сейчас создан мультитрастовый фонд, создан механизм. Что это такое мультитрастовый фонд? Это создан механизм, в котором доноры будут ходить на Глядову Раду, это в данном случае страны, которые готовы нам помогать, которые готовы оказывать нам помощь. Они будут входить в наблюдательный совет, они смогут отбирать те решения, которые они считают приемлемым, они будут их и финансировать, в том числе, в этот фонд, давать деньги, будут гарантии государства с нашей стороны, а их стороны будут международные, в том числе, организации давать, туда также и ООН, будут там участвовать и Мировой банк, все финансовые структуры, получен вот сейчас договоренный о получении гранта от КФЭ, это немецкая банк, который готов дать нам 20 миллионов евро именно под жилищные вопросы, там реконструкция, восстановление жилья, в том числе и постройка нового, или реконструкция недостроев, или зданий, которые в ненадлежащем состоянии не приспособлены для жилья, именно для переселенцев. Для переселенцев, то есть не для жителей серой зоны? Нет, в том числе и для тех жителей, вот именно горячих точек, где были разрушены жилья. А как вы очерчиваете, там, список какой-то у вас есть, или по потребностям, у кого самая сложная ситуация? Вот сейчас эта рабочая группа собирается, в рабочей группе входят как представители разных министерств, потому что, ну, мы же, например, не Мининфраструктура, мы не Минрегион Буд, мы некоторых вещей не можем реализовать самостоятельно, это действительно очень сложные задачи стоят, им нужно комплексное решение. Кроме того, что будут разных министерств туда входить, туда будут народные депутаты входить, которые заинтересованы в этих вопросах. Я знаю, что туда будут ходить Веселова Наталья Васильевна Самопомич, Немирия Григорий Михайлович, это глава комитета по правам людей, ну, еще ряд депутатов. Громадскисть, входы туда будут ходить общественные организации, и они будут нарабатывать решение. Также они в праве будут в этих подгруппах, можно будет дополнительно специалистов туда, экспертов каких-то дополнительно привлекать. Общественные организации тоже, потому что очень, очень обиженные общественные организации, там в АСОС, вот Крым, что их не привлекают, потому что у них большие наработки. Там будут как раз общественные организации, я знаю точно, там и право на захист, есть организации, которые присоединяются, еще есть ряд правозащитных организаций, ну и плюс, конечно, в эти подгруппы каждой поддельности, это как бы сама рабочая группа, которая окончательно принимает решение, но в каждой подгруппе по этим вопросам можно дополнительно еще привлекать общественные организации, которые будут давать свои идеи, давать свои предложения, которые будут рассматриваться. А можете спрогнозировать, когда будут первые плоды этой работы, этих подгрупп, этих комитетов? Я так надеюсь, что самые первые какие-то быстрые решения, которые можно действительно быстро сделать, появятся, думаю, до конца года первые какие-то идеи, которые можно быстро реализовать. Но вообще планеты, что эта подгруппа будет на постоянной основе встречаться и двигаться по изменению этой всей ситуации. Потому что есть и долгосрочные решения, которые быстро так нельзя сделать, комплексные какие-то законопроекты, особенно по жилью. Там вопрос, скорее всего, будет в отдельном, полностью в отдельном законопроекте, потому что те, которые сейчас есть, которые под стихийные бедствия, под еще какие-то вопросы, но не соответствуют тем вызовам, которые сейчас стоят в этой ситуации. То есть просто не прописаны, да, что можно эти деньги потратить на восстановление жилья разрушенного времени? Конечно, потому что частное жилье государство не может. Но даже если не говорить о разрушенном, говорить о, например, жиле переселенцев, никогда мы не сталкивались, кроме Чернобыльской катастрофы, которая была, но там был тоже комплексный, их фактически вывозили городами, им строили новые, и там было однозначно понятно, что люди никогда уже не вернутся в ту зону. За свою жизнь так точно. Мы не знаем вообще из их детей и внуков, кто-то ли вообще туда сможет когда-либо вернуться. Поэтому нужен новый подход, комплексный. И я надеюсь, что мы сможем его выработать, потому что это задача нашего министерства, выработать комплексный подход для того, чтобы все аспекты этих задач были решены и построены. Вы коснулись уже проблемы переселенцев, давайте детальнее обсудим эту тему. Касательно жилья переселенцев вот здесь, киевляне. И я знаю, что в других регионах тоже есть такая проблема, когда люди, владельцы жилья просто не хотят сдавать квартиру, зная о том, что прописка Донецкая, Луганская, а вот именно из зоны АТО. Каким-то образом министерство, может быть, влияет на это? Или, может быть, у вас есть какая-то база собственников, которые готовы пускать в свои дома таких людей? Это рыночные отношения. Здесь нельзя никак влиять, кроме как экономическими методами. Была очень отличная инициатива народного депутата Веселовой. Она подала законопроект. К сожалению, он пока не прошел в Верховную Раду. Хотя, когда были слушания по переселенцам, его рекомендовали к принятию. И он его поддержал. Суть законопроекта была в том, чтобы дать льготы тем людям, именно переселенцам, которые арендуют жилье, то есть им дать налоговые льготы, чтобы с них на работе брали меньше налога, а людям, которые сдают, вообще освободить от налога на сдачу недвижимости. Проблема в том, что люди не хотят показывать, что они сдают, потому что боятся, что их тогда придется платить налог какой-то и так далее. Но государство заинтересовано в том, чтобы переселенцы имели крышу над головой. И нам выгоднее просто освободить от налога, который мы и так не получаем, потому что люди это скрывают от нас фактически. Но зато они покажут этот договор, зато переселенец может чувствовать себя спокойно. Мало того, станут охотнее просто сдавать этим людям, потому что чем бояться, что кто-нибудь сосед на тебя настучит, что ты сдал, можно сдать переселенцу и честно показать, вот я знаю, у меня ноль налога, потому что я сдал переселенцу. То есть это по сути схема, как можно обойти налогообложение? Ну, это официально, государство должно это разрешить, потому что, вы знаете, чем сейчас искать, где его поместить, в какой-то санаторий, это же тоже не дешево, на самом деле, для государства выходит. Может, проще, если человек способен сам, он работает, он готов там снимать жилье, но он сталкивается с таким непониманием. Может быть, нужно урегулировать это вопрос таким образом, чтобы хотели, наоборот, сдавать переселенцам жилье. Спасибо большое. Спасибо, Олеся Сергеевна, что нашли время и пришли к нам сегодня. А я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня была Олеся Цибулько, советник министра по временно оккупированным территориям и по правам переселенцев. Бесплатные операции на сердце будут делать на Луганщине. Для этого в Северодонецке откроется филиал Киевского института сердца. Его сотрудники вместе с главным кардиохирургом Украины Борисом Тодоровым уже обучают докторов Луганской области. В начале декабря планируют провести первую операцию. Мои коллеги из Северодонецка пообщались с докторами, которые будут спасать сердца людей. По европейским стандартам на 250-300 тысяч населения положено иметь хотя бы один ангиограф. Это аппарат, который дает возможность проводить диагностику кровеносной системы человека путем отображения на мониторе результатов сканирования артерий и вен. На Луганщине до 2016 года такого аппарата не было. Сейчас в Северодонецкой многопрофильной больнице закончили ремонт. Закупили оборудование, в том числе долгожданный ангиограф. Установили новую систему мониторинга состояния пациентов-сердечников на расстоянии. Если идут отклонения, то включается режим тревоги, и персонал уже получает информацию о том, что с пациентом что-то нехорошо. Этот мужчина – итальянец. В Риме ему сделали операцию на сердце, а на поддержку он вернулся в Северодонецк к жене. Ведь все оборудование здесь теперь соответствует европейским стандартам. Уже никуда не ехать. Уже, как говорится, только что сразу сюда. Дай Бог, чтобы было все хорошо. И наши врачи, чтобы были, нам сказали, что учатся, будут учить в Киевах. Или кто-то приезжает, значит, за нас будут переживать. Институт сердца, Министерство здравоохранения и лично главный кардиохирург Украины Борис Тодоров помогли с обучением луганских специалистов. Сейчас мы разрабатываем программу, будет выделено финансирование и операции у нас на территории Луганской области. Институт сердца будет проводиться бесплатно. На кардиооперацию уже выстроилась очередь. В Северодонецке уже мы записали примерно 150 человек на очередь. Пользуясь случаем, обратиться к пациентам в регионах, которые еще не знают об этом, то есть, пожалуйста, обращайтесь или к вашим докторам, которые уже знают об этом, или ко мне напрямую. Продолжение следует...